Всем привет! Давно хотели снять этот ролик. Наверняка вы часто в обзорах техники Huawei слышали магическое слово «экосистема», но обычно ей уделяют очень мало внимания, в том числе и мы. Тут каемся, да. Поэтому решили собрать вот такой ультимативный гайд по всем фишкам Huawei. Да, не все устройства могут быть представлены, когда вы смотрите это видео, потому что появляется постоянно что-нибудь новое. Но постарались учесть основные, самые полезные фишки. При этом, может, не всегда даже явные. Уверен, каждый для себя найдет что-нибудь новенькое. У меня под рукой несколько гаджетов, сейчас на них все и покажу. Видео разбито специально на тайм-коды, чтобы можно было, если что, вернуться и обратиться к видосу как к справочнику. В общем, поехали. Естественно, сначала надо подключить устройства друг к другу. Как это сделать в экосистеме Huawei? Есть несколько способов. Самый простой — поиск гаджетов через функцию суперустройства. На ноутбуке Huawei для этого перейдите в панель управления. На смартфоне и планшете в панели настроек сверху выберите виджет «Девайс плюс». При этом на всех устройствах у вас должен быть выполнен вход в аккаунт Huawei. Операционная система обновлена до последней версии. Если вы уже подключили несколько устройств, вы можете перетаскиванием таких вот пузырьков подключать нужное. Например, если необходимо скинуть файл на ноутбук, подтащили его пузырь. Нужен планшет — выбрали его пузырь. К ноутбуку Huawei можно подключить другие устройства через приложение PC Manager. Включаете быстрый поиск, и PC Manager все сделает сам. Опять же, надо только зайти в свой аккаунт Huawei. Взаимодействие смартфона и ноутбука Huawei — это, пожалуй, самый большой по количеству возможностей вообще сценарий. Во-первых, у этой связки появляется новый способ подключения. Вот так подносим смартфон к мейтбуку, и они тут же синхронизируются. Это не только способ подключения, но и способ передачи файлов. Открыли фото или видео на смартфоне, поднесли к тачпаду, файл тут же перекинулся на ноутбук. Работает и в обратную сторону. При подключении смартфона открывается режим мультискрин. По сути, это проекция экрана вашего смартфона на экране ноутбука. Что вы делаете на одном устройстве, отображается и на втором. Работает в обе стороны. Во время управления смартфоном с ноутбука экран гаснет, чтобы не отвлекать и не расходовать заряд. В режиме мультискрин можно открывать до трех окон. Для этого нажмите на значок «плюсик», и приложение откроется в другом окне. Так можно открыть галерею, мессенджер и, например, еще один мессенджер в WhatsApp. При этом вы можете управлять смартфоном с клавиатуры, тачпада и мыши, а команда будет выполнять сам смартфон. В режиме мультискрин удобно открывать файлы, которые хранятся на смартфоне. Например, изображение, аудио, видео, архивы. При этом файл открывается в приложении на ноутбуке. Получается, вы используете мощности и большой экран ноутбука, но при этом все файлы хранятся на смартфоне. Любой файл, не только картинки или видео, вы можете той же мышкой перетащить со смартфона на ноутбук. Зажали, перетянули. Не только на рабочий стол или в папку, но и, например, сразу в презентацию PowerPoint. Ну или в другой документ. Если у ноутбука сенсорный экран, например, это Huawei MateBook 14s, 16s и XX Pro, можно перетащить пальцем. Файлы можно перетаскивать не по одному, а выбрать, например, пачку фотографий в галерее и забрать на ноутбук. Все это возможно благодаря общему буферу обмена, а значит, касается это также и текстов. Вы копируете сообщение или заметку на смартфоне, или выделяете что-то в браузере, а Ctrl-V делаете на ноутбуке и вставляете текст, скажем, в Google документы или уже в свои личные заметки. В буфере хранится не только последний скопированный текст, несколько. Если нажать на иконку PC Manager, вы откроете панель управления. Здесь будут отображены последние скопированные элементы, это виджет буфер обмена, и последние открытые файлы, виджет документы. Другой способ отправить любой файл, текст или ссылку, это функция Huawei Share. Выбрали такой тип передачи, выбрали ответное устройство, и файл мгновенно перекинется. Дальше взаимодействие ноутбука и планшета Huawei. Как подключить планшет к ноутбуку мы уже разобрались. Это либо супер-устройство, либо PC Manager. Какие возможности у нас появляются? Вы можете использовать планшет в трех режимах. Режим расширения. Пространство экрана планшета добавляется к экрану ноутбука. По сути, вы получаете портативный монитор. Чем больше, тем лучше, поэтому идеально подойдет MyPad Pro с экраном 12,6 дюйма. На такой монитор можно перетащить любую программу, папку или браузер. Считайте, у вас второй рабочий стол. Здесь текстовый документ, там таблицы, не надо переключаться между ними. Удобно. Режим проекции. Изображение на экране ноутбука проецируется на экран планшета. Все, что вы делаете на ноутбуке, повторяется и на планшете. И наоборот. Самое полезное применение этого самого наоборот – работа со стилусом. У вас открывается возможность рукописного ввода и аккуратного скетчинга. Графический планшет для компьютера, если мы говорим про иллюстраторов и дизайнеров. Почему бы и нет? В MatePad Pro 2021-2022 года очень точный цветопередача, а у стилуса M-Pencil 2-го поколения 4096 степеней нажатия и задержка близка к нулю. Наконец, третий режим – режим взаимодействия. Курсор все еще спокойно перемещается между двумя экранами, но планшет здесь работает не как пассивный экран. Это планшет на Harmony OS с его собственным интерфейсом. Однако вы все еще можете таскать фото, видео, файлы, можете управлять планшетом с клавиатуры ноутбука, отвечать в мессенджерах, например. Скинули документ на планшет и лежите на диване, читаете. Или можно просто рядом поставить и смотреть, например, на втором экране футбол. То есть здесь взаимодействие примерно как со смартфоном Huawei. При том, в случае что смартфона, что планшета, они отображаются в проводнике ноутбука как обычный накопитель, как флешка. И как на флешку можно закидывать любые файлы, использовать как внешний SSD диск. Взаимодействие между планшетом и смартфоном похоже на взаимодействие между ноутбуком и смартфоном. По сути, смартфон подключается в режиме мультискрин. Ведь если пристегнуть к планшету клавиатуру, это уже по сути и есть ноутбук. Экран смартфона также отображается в небольшом окошке. Отсюда вам доступны звонки, перенос файлов туда-сюда, запуск до трех окон, ну и так далее. Открыли игру, она растянулась на большой экран. Подключили геймпад и рубитесь в стенд-офф 2. Ну или запустили табличку. Все лучше, чем рассматривать на экранчике смартфона. Далее, взаимодействие с мониторами. Да, мониторы Huawei тоже стали умными благодаря работе на операционной системе Harmony OS. Например, к монитору Huawei MateView можно подключить смартфон, планшет или ноутбук с помощью USB-кабеля и вывести изображение и звук в режиме проводной проекции. Одновременно устройство заряжается. Но вы можете подключать устройство не только по проводу, но и по воздуху. Это все же современнее и удобнее. Да, в любом современном ноутбуке есть технология передачи изображения и звука Miracast. Но она довольно глючная, она тормозит, она передает разрешение максимум Full HD, а в случае с премиальными мониторами типа Huawei MateView, MateView SE, MateView JT такое просто непозволительно, когда у вас картинка просто будет рассыпаться перед глазами. И поэтому Huawei придумала собственную технологию для своих устройств. Называется Cast Plus и у нее низкая задержка сигнала и передача в максимальном разрешении. На планшете для этого включаем опцию беспроводная проекция в панели настроек и ищем монитор. Картинка в полном качестве дублируется на большом экране. Также можно сделать и на смартфоне, но проще поднести его к подставке монитора MateView, если мы говорим о нем. Автоматически произойдет соединение. При этом далее у вас тоже появляется свобода выбора. Есть два варианта проекции. Самый простой — дублирование картинки на мониторе. Второй вариант — режим рабочего стола. Ваш смартфон превращается в сенсорный тачпад с поддержкой жестов. Если надо быстро показать документ на большом экране или запустить видео, а под рукой нет ноутбука, это идеальный вариант. Ну а теперь про аксессуары Huawei. Как подключить любой аксессуар Huawei к ноутбуку, смартфону или планшету Huawei? Просто поднесите его поближе. В случае с наушниками откройте кейс. На экране появится всплывающее окно. Это работает с беспроводными колонками Huawei, с мышами, с Bluetooth-клавиатурами, короче, с огромным количеством устройств. Кстати, теперь можно подключать две пары наушников Huawei к одному устройству. Например, вы летите с подругой в самолете и смотрите фильм. Вам не нужно тащить переходник, две пары проводных наушников. У каждого своя беспроводная гарнитура и звук идет в оба канала. Чтобы подключить стилус M-Pencil к планшету, просто положите его на грань, где магниты для крепления. Клавиатуру достаточно пристегнуть, тоже сразу подхватится. На некоторых устройствах Huawei есть NFC-метка для быстрого запуска функций. Например, если запустить музыку на смартфоне и поднести его к колонке Huawei Sound Joy, музыка заиграет на ней. Если открыть документ и поднести его к принтеру Huawei Pixelab X1, он тут же начнет печать этого файла. Это экономит уйму времени. Взаимодействие есть и между аксессуарами. Например, наушники можно напрямую подключить к умным часам Huawei. Скачали музыку на часы и пошли на тренировку без смартфона. Тем более, если часы с GPS. Вот еще фишка наушников внутри экосистемы, MultiPoint. Можно подключить наушники к двум разным устройствам и быстро переключаться между ними. Это можно сделать через суперустройство, можно через приложение AI Live, можно через настройки Bluetooth, короче, выбор огромный. Либо вообще автоматически. Вот вы смотрите кино на ноутбуке, а вам позвонили на смартфон. Два варианта. Можно ответить прямо с ноутбука, а можно со смартфона, как мы привыкли. Наушники при этом вынимать не надо, они тут же переподключатся к смартфону и будут работать как стерео гарнитура. Дальше. Смарт-экран. Смарт-экран Huawei Vision S это, если можно так сказать, тоже большой монитор. Только на полноценной системе Harmony OS. К нему тоже можно подключать устройство Huawei беспроводным способом. Более того, смартфон Huawei можно соединить с Vision S, если поднести к пульту. В него тоже встроен NFC-модуль. А еще прямо через телевизор можно звонить. Есть несколько способов. Первый — это видеовызовы через Telegram. Второй способ — через приложение Mi Time. Оно есть на всех устройствах Huawei и позволяет осуществлять видеовызовы в формате Full HD. Как это возможно со смарт-скрином? Здесь есть веб-камера, которая крепится на магнитах. Есть динамики и микрофон. На Vision S вы просто заходите в контакты и выбираете абонента. Если вам позвонили в Mi Time, звонок идет на все устройства. Вы выбираете любое, с которого вам удобно ответить. Смартфон, планшет, смарт-скрин. Вспоминая наушники Huawei, да, они тоже автоматически переподключаются. Конечно, это не все фишки экосистемы Huawei. Огромная часть экосистемы — это сервисы. Huawei музыка, Huawei видео, книги об галере, там еще Huawei здоровье. И все это синхронизируется между устройствами, и все ваши данные хранятся в аккаунте Huawei. К другим устройствам относятся умные браслеты, смарт-часы, очки, принтеры, роутеры Huawei и другие девайсы. Они тоже быстро подключаются к ноутбукам и смартфонам, а взаимодействие между ними простое и понятное. Разобраться можно даже без вот такой инструкции. Особенно выделяются смарт-часы Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro. Они единственные в России, поддерживают eSIM. Можно использовать их отдельно, как устройство для звонков. Ну а если они подключены к смартфону, то здесь тоже работает магия Huawei. Вы можете ответить на звонок с любого устройства, от смарт-часов до смарт-экрана Vision S. Стоит упомянуть и облако Huawei. Это ваше хранилище фото, видео, заметок, контактов и прочих личных данных. По умолчанию доступно 5 гигабайт, как и в Apple iCloud. Но в отличие от других экосистем, подписку на Huawei облако можно оформить в России и оплатить российской банковской картой или с мобильного счета. То же самое с подпиской на сервисы. В России со смартфона Huawei можно оплатить практически все. В то же время в облаках Google или Apple вам нужно крепко заморочиться, чтобы купить хоть что-нибудь. Отдельного внимания заслуживает приложение AI Life, через которое можно управлять всеми гаджетами Huawei. Настраивать их, обновлять. AI Life есть даже для iOS. То есть вы, например, можете настроить шумоподавление и обновить наушники Huawei FreeBuds 4 с айфона. И с айфона же отправить фотографию на принтер Huawei очень просто через приложение AI Life. И в этом тоже преимущество экосистемы Huawei. Она толерантна и к Android, и к iOS. В то время как другие экосистемы замкнуты сами на себя. Вы не можете подключить новые часы Samsung к любому смартфону на Android. Только к смартфону на Samsung. В то время как смарт-часы, там, или роутер, или принтер Huawei вы можете подключить и к Android, и к iOS. Куда угодно вас не ограничивают. Но, как вы уже поняли, самые интересные фишки экосистемы раскрываются между устройствами одного бренда. И в этом заключается главная магия. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. Напишите в комментариях, какими фишками экосистемы, вообще любой, вы пользуетесь. И что из перечисленного вам понравилось, и вы бы хотели увидеть на своем устройстве. Подписывайтесь на канал Hi-Tech Mail.ru. Стараемся делать для вас полезный контент. Всего хорошего. Пока.